Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Цены на золото снижаются. Стоимость тройской унции металла утром 25 мая составила 1204 доллара 70 центов. Согласно данным торгов Комикс, по состоянию на 7.46 утра по Москве золото подешевело на 20 центов. Серебро снизилось в цене на 0,01%. Цена унции серебра установилась на отметке в 17 долларов 5 центов. 22 мая унция золота стоила 1206 долларов 90 центов. Эксперты отмечают, что снижение стоимости драгметаллов является следствием ожиданий повышения процентной ставки в США и укреплением доллара. Неограниченный объем наличности скоро можно будет перевозить из России в Казахстан, Киргизию или Армению. Премьер-министр России подписал распоряжение, которое поможет унифицировать отечественное законодательство с нормами наших торговых союзников. На сайте правительства опубликовано распоряжение, которое вносит в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты таможенных сборов за операции в отношении валюты и ценных бумаг. Хорошая идея. Правда, я никак не пойму. Зачем тащить наличные в ту же Белоруссию? В связи с укреплением российской валюты спрос на зарубежный отдых начинает расти. К такому выводу пришли специалисты онлайн-агентства Datravel. По итогам проведенного анализа выяснилось, что продажи авиабилетов на зарубежные направления с марта по апрель 2015 года выросли на 25%. Тем не менее, несмотря на увеличение спроса, глубина бронирований в апреле 2015 года на летние даты снизилась практически на месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что несмотря на рост курса рубля, российские туристы пока осторожничают с планированием летнего отдыха, надеясь на дальнейшее укрепление российской валюты. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС снизился, индекс ММВБ в плюсе на отметке 1661 пункт. Среди лидеров роста Яндекс, аптечная сеть 36,6, транснефть и уралкалий, аутсайдеры Московская биржа, Мостотрест, Полюс Золото и Сбербанк. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские и европейские площадки только сегодня возвращаются на рынки после праздников. На азиатских площадках динамика торгов преимущественно положительная. Курс доллара на 26 мая 49,86, курс евро 54,74, золото стоит 1930 рублей за грамм, серебро стоит 27 рублей 65 копеек за грамм, цена нефти марки Brent 65 долларов 32 цента за баррель. На сегодня это все, удачи в делах.